Пятую кругосветку Первой нашей точкой для посещения стал Сингелеевский краеведческий музей, основанный в 1964 году. Недавно он переехал в новое здание. Сейчас идет ремонт, и поэтому далеко не все экспонаты выставлены на всеобщее обозрение. Хотя их все же можно увидеть. Очень богатая коллекция археологическая в нашем музее. Мы очень много предметов и коллекций выставляем в онлайн-режиме, выставки свои делаем. И совсем недавно у нас была представлена для зрителей выставка находки каменного века. Находки каменного века, находки бронзового века. То есть вот эта экспозиция у нас очень богатая. Но, к сожалению, сейчас мы ее не можем представить вниманию. Она находится сейчас в данное время в запасниках. Вообще в запасниках нашего краеведческого музея всего насчитывается 16,5 тысяч, более 16,5 тысяч экспонатов. Необыкновенно красивая природа не могла не породить желающих изображать и увековечивать ее красоты. В краеведческом хранится большая выставка местных художников, признанных еще в Советском Союзе мастеров. Однако местная природа нравится не только людям. Неплохо здесь и животным. Не так давно сюда переехал питомник хаски. Весной, летом и осенью сюда можно приехать, чтобы пообщаться с самыми добрыми на свете собаками с необыкновенными глазами. Здесь вам не только дадут поиграть и пообниматься с собакой, но и научат правильному обращению с животными. Людям пытаемся объяснить, главное, что собака – это не игрушка. Когда вы хотите купить собаку, вот многие, мы хотим щенка. Я говорю, что, для чего, зачем вам нужна эта собака, что вы ждете от нее? Ну, собака. Я говорю, хорошо, это компаньон, это спорт, это послушание, это охрана. Я говорю, ой, да, хаски на охрану, я говорю, это совсем не охранная собака. И пытаешься людям вот как бы раскрывать глаза и говорить, ребята, вы поймите, может быть, вам все-таки не хаска, а если компаньон спокойный, это лабрадор, если вам охрана, то это немецкая овчарка. Ну, не совсем мысль, что не берите собаку, но поймите, что у каждой породы есть своя особенность. И поэтому вот как-то перенаправьте свое. Многие вот, да, что-то мы погорячились. Хозяева делают все, чтобы собак не выбрасывали потом. Часто им приходится принимать у себя животных, от которых отказались хозяева, не справившись с воспитанием непоседливой собаки. У Татьяны есть целый свод правил для желающих завести хаски в квартире. Если вы согласны, что вы встаете в 5 утра, вы вечером гуляете по 2-3 часа, что вам чаще надо убирать квартиру, что вы не разбрасываете вещи, то собака ваша в квартире. Если какой-то из этих пунктов вас не устраивает, вам нельзя заводить собаку вообще. Любители природы и собак иногда пытаются поднять бучу по вопросу содержания этих животных. Дескать, собаки живут на улице, им холодно и прочее. Но они ошибаются. Эта порода появилась как ездовая сотни лет назад в северных районах земного шара. Нормальные условия обитания для них тундра и тайга, а любимое дело – бегать в упряжке. Кстати, здесь могут покатать на санках, запряженных собаками. Приехав сюда, вы сможете почувствовать себя героями рассказов Джека Лондона, наперегонки, едущими на знаменитый клондайк в погоне за золотом, или ощутить себя исследователем русского севера, путешествующим на Северный полюс. Поскольку мы приехали осенью, нам досталось только пообниматься с собаками. Но и это немало. Всех посетителей они встречают лаем, но не от того, что хотят отпугнуть чужака. Кстати, после того, как пес вдоволь к вам наластится, он замолкает и спокойно смотрит, как вы обнимаете следующего страждущего. В народе говорят, что каждая собака – своего хозяина. Здесь умеют любить. Это с детских лет, еще класс пятого собачками увлекся. Служил, работал в питомнике УВД. Уволился. И вот как-то вот само собой получилось. Захотелось спортом заниматься. Вот так вот гонками, ездой. Вот так вот по снежным бескрайним прериям нашим. Езда на собачьей упряжке очень сложна для погонщика. Тут важно не только обладать высоким чувством равновесия, силой и ловкостью, но и находиться в хорошем контакте с упряжкой. Научиться этому – дело непростое. Если ты не откинешься назад, то есть на поясе, на потяге, то ты поначалу захочешь удержать равновесие, то у тебя будет плохо получаться, ты пятками натурально будешь по спине и по затылку. И если не сориентируешься, то пропаешь. А собака, она еще на азарте, она тебя еще и проволочит. Метров 15, в зависимости от веса, конечно, может и 50 метров. И кричи, не кричи, она застоявшаяся, ей в радость все. Ты сердишься, ты кричишь, а он так – хозяин сердится, надо ноги сделать еще больше. И там головой, и там это все. Травма довольно-таки травмоопасна. Кроме очень содержательного рассказа о характерах собак разных пород, правилах их содержания, о том, как нужно подходить к незнакомой собаке, чего бояться, а на что не обращать внимания. Хозяева питомника проводили нас до святого источника, посвященного иконе Пороскевы Пятницы. Рассказ о явлении этой иконы похож на легенду Сурской Никольской горы. Очень давно на эти селы, вот где Тушна, нападали разбойники. Они тут, в лесу были. И вот пастухи стали замечать. Выйдут разбойники из леса, дойдут до этого места и ни шагу дальше, развернуться и назад. А некоторые оружие бросали и в село шли. Рассказывали, будто тут женщина какая-то выходила из-под горы и пальцем им грозила. И вся в сиянии. Пастухи пошли на это место, и там им икона Пороскева явилась. Во время знакомства с родником и его окрестностями Юрий Сметанкин рассказал нам, почему расположенное рядом село Тушна такое длинное. Оказывается, и на это тоже повлиял родник и обычаи с ним связанные. В свое время на родник Богомольный очень много ходило богомольцев. Родник-то чудотворный, люди исцелялись. Со всех уездов симбирских, и АллатРь, и дальше даже, сейчас точно уже не скажу, да и из Нижнего Новгорода, и из Пензы ходили сюда окунуться. Было за честь такое, что накормить паломника. Выставляли столы на Пороскеву пятницу, и вдоль дороги шли, когда паломники, они могли у любого стола остановиться и покушать, подкрепить свои силы. Таким образом село вытянулось вдоль дороги в сторону родника. Нас, хоть мы и не паломники, тоже угостили сладкой творожной ватрушкой и фирменными сенгелеевскими пирогами. Здесь очень развиты все виды рыбалки, и из рыбы умеют готовить все. К сожалению, мы не могли из-за краткости светового дня позволить себе посидеть за столом. Угощение ели, как современные паломники, из багажника машины. В Тушне испокон веку было принято кормить паломников пирогами с рыбой, пловом с рыбой и сладкими пирогами. Вот и мы сегодня угощаемся здесь пирогами с рыбой. Попасть в национальный парк несложно. Однако, если просто прийти туда, то можно заработать штраф. Для посещения нужно получить разрешение либо в административном здании, либо оформить его на сайте национального парка. Нам посчастливилось заснять получение такого разрешения. Процедура короткая. Из документов нужен только паспорт. Платить пока ничего не нужно. Вам объяснят, что можно и чего нельзя делать в парке. Здесь запрещено разбивать палатку, разводить костры, заходить в заповедную зону. Все это только потому, что открытый огонь и могущий возникнуть пал травы, опасный для сурков, птиц, гнездящихся на земле, реликтовых и краснокнижных растений, для всего, что пытается сохранить и приумножить природоохранное законодательство. Кстати, погулять с собачкой по этим же причинам в парке не удастся. За нарушение правил вас ожидает довольно высокий штраф. Однако погулять здесь стоит. Причем погулять и узнать много нового можно даже не выходя из своей квартиры. В программе «Зум» мы сейчас работаем над этим вопросом. Также можно заказать информационно-познавательные занятия на экологические темы. Наш отдел занимается в основном работой с детьми. Мы проводим информационно-познавательные занятия, мастер-классы. Покидая Сенгелей, мы не могли не остановиться необычного арт-объекта, украшающего центральный сквер этого города. Оказалось, что огромная тыква установлена здесь не случайно. Сенгелей был основан в 1666 году. И почти сразу это место прославилось своими огромными урожаями тыквы. Именно поэтому этот полезный овощ изображен на гербе города Сенгелей. И здесь установлен памятник ему. Путешествие по нацпарку мы начали с тропы Сурка. Служба охраны национального парка любезно согласилась взять нас в рейк по парку. Кстати, по территории экологического достояния России могут ездить только машины службы охраны. Любые другие машины вне закона. Для посетителей движение только пешком. К слову сказать, пешком труднее, но безопаснее. Неподготовленный водитель, не знающий незаметных на первый взгляд путей, непременно перевернется. Доказательства – кадры наших виражей по горам. Байбаки уже спят. Посмотреть их нам не удалось, но заместитель директора нацпарка по научной работе Лилия Терехина предоставила нам архивные материалы. По ее словам, пейзажи здесь меняются полностью раз в две недели с марта по июль. Сначала горы начинают зеленеть, а потом меняют цвета из-за обильного цветения трав. Одна и та же гора становится то желтой, благодаря адонису, то фиолетово-синий, из-за фиалки сомнительной, то голубой. Причина незабудки. Здесь вольготно себя чувствует и обильно распускает бутоны растения, занесенные в Красную книгу, как области, так и Российской Федерации. Здесь можно встретить реликтовые растения, заставшие еще ледниковый период. Сохранение этого чудесного уголка многообразной природы волновало биологов давно. История создания национального парка насчитывает около 30 лет, но полностью осуществить эту идею получилось только три года назад. В этом году на полную мощь заработала первая экологическая тропа парка «По следам сурка». «По следам сурка» – это наша первая экологическая тропа. Она была открыта 5 июня 2019 года. В свое время она была открыта силами именно сотрудников национального парка «Сенгелеевские горы». Но если мы возьмем эту тропу, то здесь, в принципе, нет ограничений по возрастам, потому что здесь три типа маршрутов. Можно дойти до первой смотровой площадки, спуститься, можно пройти малый круг 3 километра и можно пройти большой круг 6 километров. Самое главное – это удобная обувь и хорошее настроение, и не забыть панамочку летом. Специалисты парка очень любят свое дело и хорошо его знают. Здесь не просто покажут вам живую природу, но и расскажут о ней так, что вы просто не сможете уйти равнодушным. Немного отступая от темы, скажем, люди, с которыми нам приходится контактировать на съемках «Симбирской кругосветки», все как один поражают увлеченностью и доброжелательностью. Наш бессменный организатор выездов, человек, без которого программы просто не было бы, Светлана Нефедова лучше всех знает, какие это люди. Наша кругосветка была бы невозможна, если бы нас не поддерживали и не помогали люди, которые живут в районах, которые мы посетили. Их вклад в кругосветку описать невозможно. Одно дело это собрать группу журналистов, продумать маршрут, другое дело этот маршрут показать. Показывают нам его с такой любовью, с таким вниманием к нам, с такой приветливостью, что, ну, просто вот сердце оттаивает, когда мы приезжаем, хоть в Барышский район, хоть в Кузоватовский, вот сюда, в Сенгелеевский. Верится, что с такими людьми и жизнь будет хороша, и в России все будет хорошо, и у нас все тоже будет хорошо. К сожалению для туристов и, к счастью для экологов, гора Арбуга и Гранное Ухо находятся в заповедной зоне, и погулять там можно только ученым, имеющим спецпропуск. Кроме того, световой день тоже подходил к концу. Мы остановились перед знаменитой Арбугой. Дальше идти было нельзя. Там можно только летать, как летал перед нами Орлан Белохвост с добычей. Вот здесь, у границы заповедной зоны Национального парка Сенгелеевские горы заканчивается наша очередная кругосветка. Туда можно только ученым и только сотрудникам Национального парка. Мы же показываем вам красоты природы. И вот они! Возвращаясь в редакцию, мы поняли, что познакомить зрителей со всем Сенгелеевским районом не получится. Невозможно объять необъятное. Огромный национальный парк, собачий питомник, святой родник, всего этого так мало по названиям, но так много по зрелищности, по времени, по красоте. Наши области, каждый район в ней неисчерпаемы, наполнены памятными событиями, особыми местами, от ритуальных до исторических, уникальными природными ландшафтами и явлениями. Мы не исчерпали ни Индинский район, ни Сурский, ни Кузоватовский, ни Барышский, ни тем более Сенгелеевский. Но это означает лишь одно. У нас еще много работы, а вас ждет еще много интересных передач о нашей уникальной и красивой Ульяновской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok